Не писала, что я вам прошу. Хочет подберечься на него пристрелиться. Можно немножко? Ага, да, да, что-то. Ну что, да. Ой. Познаться подойдется. Сейчас спрячем. Из-за пса-коровы, да? Да, может, я сегодня не успела сделать по статье, поэтому я решила рассказать статью, которая основана на мой мир. Хорошо, давай. Я точно не знаю. Ну, мы можем позвать статьи. Что там? Вообще, предпосылки для исследований, которые будут произвести в статье. Во-первых, использование биотоплива, ну, в последнее время, ну, очень такая, придавая, мне кажется, там, проблему, что-ли вещи, не знаю, просто, развязи. То есть технологии, в основном, с ними, ну, вот так уж и, ладно, это довольно натурально. Включение биотоплива, ну, и с чего? Ну, и с целлюлозой. И американские ученые, они сказали, что вообще там в два раза дешевле можно это сделать. Ну, это экологично и приятно. Целлоза, ну, как известно, находится в кляжных стенах растений. Чтобы, как-то, переработать ее, мы будем использовать какой-то природный механизм, щекленькое. Ну, известно, что из всех животных коров приваривают, значит, растения. Ну, коровы там, ну, плачные всякие приваривают дрову и так далее, но, конечно, корову там, что они сами делают, у них там привател есть специальные бактерии. Вот, поэтому привели их в такой эксперимент. Вот и две коровы. Их уже две. Ну, вот, взяли три карты коровы и в пистоле помещили им на мешочках просто траву и даже без дрова. Да, и важно, что мешочки какой-то не из-за нейлона, там что-то не из-за нейлона, не из-за нейлона, не из-за нейлона переваривается. Поэтому, то, что будет перевариваться, это только то, что находится в мешочке. Ну, эксперимент сам вот там такой, значит, мы поместили, дальше через электроливую орунили, заверовали всем организмом, который приклеили скволок там, дальше делали медленный анализ всех этих организмов. А неизвестно, что сейчас какие-то, в основном, как бы это было на атмосферу раньше, да? Ну, там дальше будет об этом. Вот. И вывели... Елена Балкова имеющая свой акцент. В общем, как они это сделали? Ну, шаг первый. Ну, в общем, они... Ну, вот, хорошо, даже если посмотреть, вот это вот то, что было, вот эта вот трава, да? Вот, то, что после оккупации. Ага. Так я ее откуда? Из-ка уже мешочек? Да, вот это мешочек. Тут еще, я забыла, кажется, только мешочек. Кроме на лозе тоже, как бы, я узнала трава. А что там? Вот. Хорошего проработала. Да. 75% сухого щита было деградировано за 3 дня. А как значит просто трава? Ну, не знаю, по-английски это switchgrass как-то. Как? Switchgrass, я не знаю. А это прося? Да. Ну, прося трава нельзя. И за эти 37% деградированного 75% приходится на деградацию химицеллюлозы. Это было произведено с помощью химического анализа до и после эксперимента. И подтверждение, что химицеллюлозы просто такое, как тоза, аллактоза, это просто экзенор. В общем, химицеллюлозы. Он в процессе какого-то метаболизма меняет. Можно смотреть на то, что значит. Она отличная вся, которая не только что известна. Ну и то, что мы видим, что что-то переработалось, это подтверждает то, что в рубце коровы действительно есть бактерии, которые умеют перерабатывать суллюлозу. Так я сказала, что мы вообще не могли этого делать самостоятельно. Ну да-да-да, это двух лет. Еще второй. Просеклировали данные, собрали дно, получили несколько там... За 2 миллиона, да? ...сборку, да, и подсказали вот столько уровня. Средняя длина 542 персоналии и 55 из них представляет целый ген, то есть начало и конец. У нас есть какие-то кандидаты, мы считаем, что они, возможно, имеют суллюлозную активность, но нужно как-то более детально это посмотреть. И проверим поиск схорости суллюлозоактивными ферментами. Да, нет, ошибка. А не пошлешь, потом презентацию есть слабо сочи. Да, хорошо. С высокими конферментами ты из вот того количества нашли вот 27000 уже кандидатов более узких. Не понятно, что уже точно там есть какие-то схожести. И даже это число, это уже 5 раз больше, чем общее число тех, которые были найдены. Вы спрашивали как раз, раньше же не были, а вот эти вот, ну хотя бы такие кусочки. Факт был известен, что бактерии там работают, но просто никто их не изучал. Так, дальше. Они просто стипенирование делали, да? Да. Это анализ, чтобы он корректно не делал. Матогеномные, это просто значит, что они как геномные изучают, сравнительный анализ, так скажем. А как они, собственно говоря, собрали? А стипенирование? То есть они взяли, простипенировали все, которые там болтались? Да. Вот. Ну и, как я уже говорил, утверждение, то, что бион активные белки находятся в данных, это ищущие бактериям, приличным к растительным волокнам. Непонятно, что раз им нужно каким-то образом делать деградацию, там, свеклостер, то же самое, им нужно быть в техном контакте с волокнами растений, которые имеют в мешочке. Вот. И это они подтвердили тем, что в этой ситуации тысяч, они сравнили с вилазными генами НСБА и глазами, и вот из них нашли, по сути, 11 генов, скажем, что там дальше, там. Дальше у нас есть Харс Идрик, вот этот Харс Вайд. Ага, что это такое? То есть, на этом таз, там, где находятся семейства, средства, привет, встречающие другом какой-то определенной активности. Вот здесь. А, то есть они там предлагают воздания, которые по активности там распределены, да? В Харс Вайд? В Харс Вайд? А какая? Там такой же. Ну, там можно назвать. Да, можно показать. Ага. Вот. И из вот тех, которые там были 27 тысяч, казалось, что... Кажется, серый целый? Нет, нет, там две тысячи, в десять раз меньше. А, в диземнице было. Да. Они принадлежат вот этим с местом класс Вайд. А остальные? По графику В нужно было смотреть. Ага. Тот образом, то есть больше 95 процентов. А остальные 90 процентов до кого-то приводят. Остальные? Да. А, нет, в смысле сходства у этих 2700, 95 процентов. А, понятно. А остальные 70 процентов, да. Может быть. Понятно. Ну что там? Так, понимаешь. Ну, следующий шаг уже. Они решили, ну то есть вот они получили вот эти 276, вроде как они, ну, поиск по этому позвали, да? Ну вот так. То есть это не уехать, ну вообще. Суть в том, что вот они нашли 2716, я в принципе успокоиться. Дальше они решили показать конкретно 80, ну 90 процентов. Угу. Угу. Вот, вот эти длиной. От сосных 130 килограмм. Салут. Тестировать их мышечную спустраты. Вот результаты их там влияют, представят какие-то результаты. То есть... У нас спустратные куши. Вот, вот спустраты. Вот тут плохо наверное видно. Все. Да. Все лан. Все оказывают. Сучка. Вот так. А вот этот с югра слит просто тем плохо? Да, это просто. Вот. Еще какие-то свежие компоненты. Да, да, да. Вот. Да, слушай. И вот у них дали специально двумя петерами, например, такими там лишними черно-белыми и с вотыми таблицами. Часть таблицы представлена. Видно, что даже геносоточным белкам, имеющим какой-то схожесть, принадлежащим одному и тому же семейству, это семейство GHD в данном случае, они имеют разную активность на разных субстратах. В основном, на этом они успокоились. Сказали, что бронетры те новыми заданными функциями ограничивались какими-то химическими манипуляциями в основном было выявлять. Данное исследование показывает пример того, что можно в массовом масштабе выявить гены, соответствующие белкам, с необходимой нам активностью. То есть в данном случае, хотя белки были для швейнер-белодов, но мне сказали, что важен подход, и, скорее всего, такое можно будет проделать и для, может быть, других интересующих вас. Они могли определить сами бактерии, откуда происходили? Что? Там все бактерии в желудке. Если они взяли в желудок, просегменировали и посмотрели оттуда гены, кто откуда, непонятно. Ну, они как бы можно по-власту посмотреть, чем они более какими-то химическими бактериями. В принципе, да, можно искать бактерии, но, скорее всего, многие из них новые, неизвестные из этого. Да, я считаю, интересно, что это какие-нибудь совсем новые бактерии. То есть как раз, да. То есть там бактерии, которые до этого полностью не обрестикменированы, потому что они живут только в желудке, а не разнорожены. Ну да, и некоторые, и их невозможно вообще в кипетре вылезти. Это очень интересно, да, это самое понятное. Хорошо. Что еще хотелось спросить. Ну, ладно. А полгода, кстати? Одиннадцатый. А, то есть новая совсем. А ты про нее знаешь, что? А я про нее докладываю. У нас полгода назад. Ага. То есть там какое-то огромное количество данных, по-моему, там 200 гигабайт, что этих метрогеномов последовательно. То есть если их там собирали, ассемблером или летом, по-моему, потом кластеризовывали по DTC-контенту и по DTC-контенту, по DTC-контенту, там делали. То есть такая очень интересная математическая статья. Понятно. Понятно. Ну, здорово. Ну, хорошо. Ладно. Спасибо тогда. Пошлешь. Да, это самое. Спасибо. Я им сегодня как бы тесно оценки выдала, мне этот трес повешу, но по самому отходу. Я тоже, вот Кольте, могу показать, что я могу применять. Может, я поменялась сама, потому что плюсики поставила. А в принципе, я хотела сами оценки поставить, как баллы. Ну, я хотела показать, что я такую штуку радовалась. Амазон, этот целый, это не букридер. Я, в общем-то, купила защитничек, и мама позыскала. Я всегда. А, я сейчас. А все у вас, да? Да, все. Ну, вот так как, ну, короче, комитет, который не всегда есть. А Арсений? Арсений, он ведет, чтобы он трансформа. Да. Ну, я бы, если я вам верить, то, что я не могу. Он знает, конечно. Ну, я знаю, еще, вот, еще три человека, которые делали как-то. Все стоили? Да. Да. Даже при самому. Все сразу стоили за ним. Что сделаем? Да, вы сегодня. А, я буду делать. А как-то? В следующий раз. В следующий раз, да. А в следующий раз? А, в следующий раз, это когда, честно, на вечере.